Всем доброго времени суток! Написали мне в комментариях, что Севка снимает продолжение фильма «Старые клячи». Вывез пионерку и тимуровцев на прогулку. Почему тимуровцев? Ну а как назвать Надю и Зину? Ведь это же они помогают старенькой пионерке. Прислуживают ей, обеспечивают ее всем необходимым. Стоит только ей сказать, что она в чем-то имеет нужду, все. Севки-бурки-тимуровцы стукнулись озим и тут же ей это все предоставили. Вывез Севка весь свой пансионат на прогулку, подышать свежим воздухом, понюхать тюльпанчиков, посмотреть, как цветут Монголии. Севка подходит к дереву, к этому нежнейшему розовому такому цветочку, своей лопищи хап, ой, лепестки посыпались. Ну не создан этот человек-косорукий что-то созидать. Стоит Севке к чему-нибудь прикоснуться, это начинает рушиться, рваться, падать, биться. Даже листочки послетали со своего насиженного местечка. Сунул свой топорометр в цветок. Не пахнет, слава богу, хоть что-то новенькое у него в его обонянии, а то все воня да воня. Зина, ну-ка ты понюхай цветочек. Она нюхает. Отлично, Зина чувствует запах, значит нюх не потеряла за время болезни. Ой, говорит Севка, а вы заглядывали внутрь этого цветка? Вы видели, какая у него требуха? Требуха это у Севки, вот эти кишки-потрошки. А у цветочка красивые листочки. Далее Надя идет к Севке и что-то там начинает нашептывать про Зину. Севка тут же сделал обрезку видео. Вот если он весь разговор не оставил, ну почему он не вырезал и вот это ее обращение, что А ты и слизил, да, Зина? Ну вот специально же, специально. Он знает, что Зина смотрит его видео. Знаете, Зинаида Васильевна, что Надя что-то там науськивает ему про вас. С Зиной он поступил точно так же. Когда не было газа, приехала Надя к ТВшке. Есть они ничего приготовить не могли. Зина им сварила гороховый суп, принесла. Пока Надя на кухне разливала это все по тарелочкам, Зина тихонечко под ручечку увела Севку в комнату и тоже так же начала. А ты знаешь, что Надя? И он тоже вот этот кусочек оставил, весь остальной разговор вырезал. Естественно, Надя потом услышала и поняла, что за ее спиной судачит. Ну вот точно так же, как она сейчас это сделала за спиной у Зины. Севка гуляет в основном с Надей. ТВшка повисла своим крюком на Зине. Вот тащи ее кобылу троянскую. Пошли гулять. Где они гуляют? Такая оживленная трасса. Вообще, из каких соображений все это вот так сделано? Цветы вот в этой непосредственной близости к дороге. Вот как-то у нас все-таки логичнее сделано, на мой взгляд. Трасса ограждена так красивыми белыми ограждениями, которые постоянно регулярно красятся. Еще и ажурные такие сделали. От дороги до ограждений еще выделено такое, знаете, больше метра расстояние. За ограждением уже находятся цветы, потом широкий тротуар. То есть гуляй себе спокойно в безопасности. Эти же мечутся туда-сюда по дороге и того и гляди, кого-нибудь из них размажет. Вот буквально по этой дороге. Вообще, обожаю свою местность. Пару слов буквально. Вот ходила недавно по госучреждениям. Сижу в очереди. Такой огромный зал. Частенько спрашивают, а как там у вас с русским? Ну вот я хочу рассказать, как у нас тут с русским. Ну вот, в общем, сидят вдоль стены. Люди там работают. Каждый выполняет свою работу. Люди вокруг не толпятся. В зале висит монитор с цифрами. И людям дают талончик на рецепшене с номерком. Ну и написано, сколько людей вот перед ним в очереди. Я сижу и понимаю, что эти цифры не вижу. А их еще и озвучивают. Но если кто-то не следит, то скажут по громкой связи. Я уже приготовилась прислушиваться вот к этим цифрам на казахском. Ну и уже там перевожу себе. Ну думаю, все. И как услышу только крк-алте, значит все. Это моя очередь подошла. И каково же было мое удивление, когда девушка объявила по-русски. То есть она уже увидела, получается, мою фамилию, что русская. И она стала говорить по-русски. И назвала мой номер. И к какому вот из стоящих столов вдоль стены мне нужно подойти. То есть мало того, что мне предоставили вообще все бланки на русском, так еще и образец вот заполнения этих самых бланков был тоже написан на русском. Там лежали на столе две файловые папки с образцами для заполнения бумаг. Одна полностью на русском. То есть подходишь, открываешь, там разные-разные заявления, да. И они написаны на русском. Представляете? Другая на казахском. Вообще, короче, нет проблем с этим делом у нас. Ну так, вернемся к нашим баранам. Севка любуется цветами и говорит, это рай. И тут же, говорит, интересно, а змей тут есть? А как же? В раю тоже была одна сатана-губитель рода человеческого. Севка поворачивается в другую сторону и в объектив камеры попадает, как специально, анаконда Филипповна собственной персоны. Тут как здесь. Вот, пожалуйста, ответ на только что заданный им вопрос. Севка говорит, провоцирует провокатор, давайте нарвем Ольге Леонтьевне цветов. А что покупать? Все равно эти отсветут. Вот если бы каждый так размышлял и рвал, то сейчас ему и вот этому выводку, который приехал с ним, нечем было бы любоваться. Он думает, он один такой на весь город ушлый. Наверняка кто-то и рвет. В этом видео Севка только собирается к Ольге Леонтьевне на праздник, а уже выпустил видео, где они там тусили. И вот только сейчас он выкладывает, как они туда едут. Занят. Времени у него не хватает. Вот явно какая-то образовалась у него проблема. Поэтому и угрожает бросить канал. Ну, скорее всего, понимает, что у него нет времени этим заниматься. Ну, и чтобы люди слишком сильно не совали нос в его дела и не мешали. Потому как, ну, разные же есть с разными возможностями. Найдется такая проныра, которая докопается до истины и узнает, чем таким он там секретным занят. Ну, вот и придумал благовидный предлог. Надоело все, брошу, уйду. Варан в это время чешет прям по тюльпанам и ногами, и клюкой своей, прям по цветам. Уф, враг всего прекрасного. Все надо уничтожить, понимаете? Вот это вот пройтись так, чтобы вся земля выгорела вслед за ней. Через дорогу переходит, еле шевелит гамашами. Севка говорит, быстрее, машины несутся. Ну, трасса оживленная. Не трамвай, беспечная такая, машет рукой, а объедут. Один объедет, а второй на капот посадит. И поедет баба Таня, и точно будет, как Севка говорит. Кукла на капоте, но только вот в реальности. Ну шо, мама, давай дочечки твои отправим. Какая ты красивая, раскрасивая. В таком прекрасном месте находишься, среди таких цветочечков. Давай, анаконда в тюльпанах. Картина маслом. Пусть Ирочка полюбуется своей крокодительницей. Ой, еще один снимок. Там она прямо встала, без клюки, постояла. Все нормально. Ну, еще один снимочек. Присядь на одну коленочку. Ага. В органах слабость, за коликой спазм. Старость не радость, маразм не оргазм. Как она должна встать в его понимании на одну коленку? Варан встал на обе колени, сунул нос в цветы. Боже мой, Надя там ухохоталась. Ну, действительно. Картина наисмешнейшая. Просто-напросто. Вспомнила бабка, как девкой была. По кукурузе от отца короткими перебежками бегала. Тыгдынская лошадь. Вот уж воистину королева кукурузы. Честное слово. Потом Надя. Я тоже хочу. Красивый снимок. Завалилась. Русалка на берегу. Еле-еле легла. Еле-еле встала. А вот на колени они встают зря. Я не могу точно утверждать, но мне зрители, которые перенесли вот такие операции, писали, что не следует вообще вот так вот сгибать колено. Когда Надя сказала, я на колени встану и скажу вам всем спасибо. И зрители написали, нельзя этого делать. Они не так давно ведь сделали эти операции и лазят вот как собаки на этих коленях. Ну, там еще и Сивка, конечно, умник, любитель раздавать вредные советы. Надо вставать, надо ходить на коленях и так, и сяк. Откуда он знает? Ну, вот что-нибудь сейчас бы там хрыкнуло, выдернулось бы, и все. И все. И что, начинать по новой? Ложиться под нож? Тоже мне советчик. Ты без костыля ходишь, говорит Сивка, а мама не может. Надя поворачивается к ТВ-шке и говорит, а почему вы не можете без костыля? Не знаю, говорит баба Таня. И тут я не поверила своим собственным ушам. Она ответила, не знаю, зайчик. Зайчик. Надя для ТВ-шки стала зайчиком. И омном ее называла и лицемеркой. А теперь зайчик. Это как, говянный зайчик или лицемерный зайчик? Ну, вот ты кто, лицемерка после этого еще Сивка говорит, мама не лицемерка вообще ни одного раза. И ТВ-шка. Не-не-не-не, я лицемерка. Нет, никогда в жизни я не буду этим заниматься. Конечно, она не лицемерка после этого. Не надо тыкать пальцами в змею, не надо. И пошла показывать, как она ходит без костыля. Ой, как она шла, вот это, виляя бедра. Вот в квартире это одно дело она ходит. А вот в открытом пространстве, там вообще. У нее ручки тазика вывернуты. Это вот очевидно стало. Она пошла, вот это как блатной мужик, такие вот ходят, знаете, такие, типа, я такой крутой, я качок. И вот она вот так вот пошла, дрынс, тынс, тынс, что-то с ручками тазика у нее все-таки происходит. Далее Сивка их погнал заниматься на тренажеры. Сивка в роли реабилитолога еще себя не весь исчерпал. Ну-ка давайте, девочки, сели, встали, ноги выпрямили на носок, на пятку. Давайте, оп, 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 начинайте. Начали они тренироваться. Это просто нечто, что-то с чем-то. А вот в конце ролика он показал местечко. Очень-очень красивое берег реки. Такая красивая гладь воды, вот в которой отражается небо с облаками. Я люблю такое сочетание цветов. Серо-голубой, иногда плывут вот такие вот тоже серо-белые облачка. Такой тихий денек. Видно, что ветра нет. Тишь да гладь, да божья благодать. Даже не испортил впечатление Сивка своим рассказом о бомжах, хеях, чпокающихся в кустах на глазах у изумленной публики. Я, ну так, услышала, конечно же. Но мой взгляд был прикован вот к этой картинке, которую Севка показывал. Очень красивый вид. Очень. Надю позвал к себе. Шо ты там стоишь, подруга дней моих суровых, старушка дряхлая моя? Подползай ко мне поближе. Давай побродим с тобой вместе. Десять лет человек ведет канал, и я вообще не помню, чтобы он бывал вот в этих вот местах. Где-то тут, вот он сказал, рядом Маська похоронена. Но вот что стоило несколько шагов пройти и показать вот эту вот всю свою красоту. Сидима сидит в четырех стенах. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Продолжение следует...